Давайте сейчас в координатах аккуратно все посчитаем. Только есть одно обстоятельство. Вы еще маленькие, поэтому сразу считать в общем случае с любым коэффициентом я не хочу. Давайте мы сначала аккуратно посчитаем все с числом 2. Надо сейчас взять картинку, перерисовать ее уже без всяких диск, просто в системе координат, посчитать все длины и у нас с вами все получится. Где мы возьмем точку? О, я придумал. Я придумал. Я давайте возьму точку B вот здесь. Точку A я возьму здесь. И запишу, что пусть точка A имеет координаты 3. Понятная идея? Вот это будет то есть абсцисс. Вот это будет то есть координат. И теперь смотрите, есть какая-то точка с координатами x, y. Это наша точка M. Мы знаем, что отрезок AM в два раза меньше отрезка BM. Прошу вас. Напишите в координатах длину отрезка BM. Она получается будет равна? Потерей фагора. Вы что-то знаете, речь фагора? Да, как она звучит? Что? Короче, это квадрат. Квадратный потенуз прямугольник. Примугольник. Разве. Квадрат указан. Сумни квадратов указан. Отлично. Какой прямугольник трюбольник вы будете рассматривать? М. Не эта точка, а куда попадет перпендикулярность точки M. Да? То есть, он куда-то попадет. Замечательно. Какие качества этого трюбольника? X и Y. Пишите BM в квадрате равно X квадрату. Все, что я говорю, квадрат. Все согласны? Да. Отлично. X квадрату. Все, что я говорю, квадрат. Считать проще, да? Поэтому, конечно, вот это равенство я перепишу по-другому. 4 АМ в квадрате равняется BM в квадрате. Так? Значит, мы сейчас должны по теореме Пифагора написать АМ в квадрате равно чему? Ну, он получается равно... Чему равен горизонтальный, Катя? Ну, он равен, получается, М... АМ в квадрате равен горизонтальный, Катя, 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 Катя. А вертикальный Катя тут такой же, как у другого. Плюс Y квадрат. Y пишется, Костя. Вот, отлично. А теперь, вот туда подставляете в ту форму очень... У вас есть чистое рассказы для этого. Решите, пожалуйста. 4 умножить. Скобка открывается, а в скобке вот этот курс. 3 минус X в квадрате плюс Y в квадрате. И вот это называется равно... Важнейшая штука. Называется выделение полного квадрата. Смотрите, там у вас написано X в квадрате минус 8X. Так? Угу. Напишите, пожалуйста. X в квадрате минус 8X и плюс 16. Плюс Y в квадрате. Переходи, переходи к другому точку. Плюс плюс Y в квадрате. Ну, чего равняется? Вы прибавили 16. Значит, 10 тоже. А? Значит, 10 тоже. Да. А 16 минус сколько там будет? Минус 4. 4. Отлично. То, что у вас получилось, можно попроще написать? Да. Ну, получается, это будет... X минус 4 в квадрате. В квадрате. В квадрате. Равняется 2 в квадрате. 2 раза 24 это 2. 2 раза 24. А что это такое? Это расстояние от точки X, Y до точки с координатами 4, 0. И вот это расстояние должно равняться 2. Покажите, пожалуйста, на чертеже. Покажите, точку с координатами 4, 0. Да, вот. Где-то здесь. Точка А, она с координатами 3, 0. Надо пройти на такой же отрезок, как вот. Вот, да? И вот это будет центр окружности. И окружность радиусом 2. Значит, что вы должны сделать? 2. 2 это вот столько. Здесь вот у вас центр. Вы сейчас должны взять и вот так вот провести. Поняли? И, кстати, 2 плюс 4, вы знаете сколько? 6. 6. То есть вот эта точка и просто точка 6. А вот эта точка 4, а эта точка 3. Да? Все, вы решили. Поняли или нет? А? Нет. Так, эта задача решается для конкретного числа 2. Что мы сейчас с вами должны сделать, если мы хотим все-таки общественности сделать? Мы должны повторить вот это вот обсуждение, только взяв не двойку, а произвольное число К. И, честное слово, у нас все получится. Я вам нарисую замок чатеж, и, соответственно, мы сейчас все это сделаем. Поехали. Все абсолютно такое же, только стоит произвольное число К. Пусть А это будет точка с координатами 1, 0. Вот. Точка М с координатами Х, У. И нас интересует такая штука. К умножить на АМ в квадрате, это... К в квадрате умножить на АМ в квадрате, это БМ в квадрате. Рассказываю, что вы сейчас реально должны сделать. Вы должны писать форму, в теории Пифагора. АМ в квадрате равно, БМ в квадрате равно. Конечно. Х-1 в квадрате плюс Х в квадрате. БМ в квадрате равно. Это все понимают. Это в точности теоремы Пифагора. Замечательно. Он у вас визу равенства, и его надо в квадрате расписать. Извините. Да. А если померить местами Х и единицу, то ничего же не будет? Ничего не будет. Это замечательная вещь. Востояние от А до В равно состояние от В до А. Теорема такая есть. Даже на теореме АМ. Это факт. Это был факт. Ну, полностью раскрываем сколки. К в квадрате. Замечательно. Раскрываем, раскрываем. Мы странно считаем, что К больше единиц. Не так важно, но давайте сделаем так. Перенесем Х в квадрате и Е в квадрате. Смотрите, что тогда будет. Здесь будет К в квадрате минус один, и здесь будет К в квадрате минус один. И наоборот. К в квадрате перенесем туда. Решите, пожалуйста. К в квадрате минус один умножить на Х в квадрате. К в квадрате минус один. То есть Х в квадрате прибежало справа. Так вот, смотрите. Понятно, что коэффициент при Х в квадрате и при Е в квадрате один и тот же. Так? П разумно на этот коэффициент поделить. И у нас получится вот что. x в квадрате минус 2. k в квадрате ради 2 на k в квадрате минус 1. И вот дальше очень важная вещь. Я хочу, чтобы здесь получился квадрат. Значит, надо написать. k в четвертый разделить на k в квадрате минус 1 в квадрате. Согласны? Плюс y в квадрате. Вот это надо переписать. k в четвертый разделить на k в квадрате минус 1. Ну и минус k в квадрате. Давайте придумать здесь. Для представления просто вот это вообще не все. Получится k в четвертый. Замечательно, да? В знаменателе будет k в квадрате минус 1 в квадрате. И в числителе что будет? k в четвертый минус k в четвертый. Так? Замечательно. Как это может похруще? k в четвертый минус k в четвертый. Даст 0. Значит, это получается k разделить на k в квадрате минус 1 в квадрате. И вот теперь очень важная вещь. Какой центр окружности? Это бочка с k в четвертый минус 1 в квадрате. Какой ракет? Какой ракет? Какой ракет? Какой ракет? Какой ракет? Ракет горизонтального. Как получить концы диаметра? Надо взять из центра вычесть радиус. И к центру прибавить. Давайте это сделаем. k в квадрате разделить на k в квадрате минус 1. k разделить на k в квадрате минус 1. Легко бы понять, что это k разделить на k в квадрате минус 1. Потому что, смотрите, просто k в квадрате минус 1, это k на k минус 1 скрещается. Так, это будет левый конец. А правый конец? Это k в квадрате разделить на k в квадрате минус 1 плюс k разделить на k минус 1. k в квадрате минус 1, это k разделить на k в квадрате минус 1 скрещается. Согласны? Спасибо большое. Все. Так, ребята, поняли или нет? Между прочим, до вот этих двух чисел вообще-то можно было и самим догадаться. Смотрите, что это за число. Вот это вот, смотрите, число. k разделить на k плюс 1. Смотрите, здесь вот у нас k разделить на k плюс 1, а здесь 1 разделить на k плюс 1. Эти ответствия отличаются в k раз. Согласны? Отлично. А здесь k разделить на k минус 1. Ну, смотрите, легко понять, что вот это вот расстояние до точки b, это вот k разделить на k минус 1, да? А расстояние до точки а, это на единицу вычесть. Это будет единица делить на k минус 1. В k раз как раз отличается. Значит, вот она картинка. Поняли? Вот она картинка, а круто за полом.